Здравствуйте, мои дорогие! У нас сегодня праздник, финальный, 20-й мастер-класс. Сегодня мы создаем короны и коронуем наших императриц. Мы с вами прошли очень длинный путь, кем мы только не были, и сапожниками, и портными, и скульпторами, и художниками, и мастерами прикладного искусства. Помните, мы на прошлом занятии создавали произведение прикладного искусства «Веер». А сегодня мы с вами становимся ювелирами. Корона – это очень важный предмет. Корона, как туфелька Золушки. Многие ее примеряют, а подходит она не всем. Ну и вот вы видите, что для императрицы Екатерины я уже создала корону. Я использовала вот такой вот белый прозрачный упаковочный пластик. Я использовала стразы на ленте. Такие вот. Все это приклеила, покрасила золотой краской и жемчужины сделала. Постаралась сделать так, как на портрете. Но мы с вами будем немножко другую корону создавать вот такую. А прежде чем мы приступим, я хочу обратить на ваше внимание, что наши императрицы уже в орденских лентах. Про орденскую ленту алого цвета и про орден святой Екатерины мы с вами говорили в прошлый раз. А вот на императрице Анне Иоанновне орден святого Андрея Первозванного. Он тоже был учрежден так же, как и орден святой Екатерины Петром Первым 10 декабря 1698 года. И вот Анна Иоанновна приняла этот орден от членов Верховного Тайного Совета 14 февраля 1730 года. А с 28 апреля и орден, и звезда, и орденский знак стали входить в комплект регалий императорских. И вот с этого момента вот эту голубую орденскую ленту можно увидеть на портретах и императоров, и императриц. Ну, лента обычная, атласная, покупаете в магазине 2,5 см, метра вам хватит, обычный бантик делаете. И как я делала орденские знаки, вот видите здесь, и орденскую звезду. Так же, как мы делали ее, распечатала на принтере, заламинировала обычным канцелярским скотчем, вырезала и дополнила вот такими вот клеевыми стразами. Все прекрасно получилось. Ну, кто хочет, может сам нарисовать и знак, и звезду, и проявить уже больше трудолюбия. Ну, такой простой способ я вам объяснила, я думаю, что вы легко с этим справитесь. Ну, а мы с вами уже переходим к короне. Одной из первых императорских корон была та корона, которой Петр I короновал свою супругу Екатерину I. Первый остов от этой короны, то есть вот сама основа хранится в оружейной палате. А вскоре после коронации она была разобрана, и вот все камни драгоценные с этой короны перешли на большую корону Анны Иоанновны. Эта корона тоже хранится в Москве, и она дошла до нас в том виде, в котором она была когда-то. На этой короне 2500 алмазов, высота ее 31 сантиметр, то есть представьте себе, какая она большая, вот линейка 30 сантиметров, да? Вот даже вот я не помещаюсь. Вот такая она огромная корона. Если вы захотите делать такую корону, то, соответственно, чтобы у вас были пропорции соблюдены. Ну, я на эту корону не замахиваюсь. Одновременно с этой короной была сделана малая корона. Она не сохранилась до наших дней. Малые императорские короны появляться стали в России в XVIII веке. Они принадлежали императрицам, и это была частная собственность императриц. И после смерти императриц эти короны разбирали. Все драгоценные камни, согласно завещанию, распределялись. Но до наших дней дошла одна малая корона. Это малая корона императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги императора Александра I. Ну, а главная корона, корона Российской империи, вот та, что хранится в алмазном фонде, она была создана в 1762 году для императрицы Екатерины. Там огромное количество камней драгоценных, 5012, вес ее, по-моему, больше 2 килограммов. Ее делали несколько, конечно, ювелиров, среди них Пазье ювелир и огромный красный камень, по-моему, это турмалин, его вес 399 карат. Вот такая вот великолепная корона. Я понимаю, что вам уже всем хочется начать скорее творить, но я специально это все рассказываю, чтобы у вас не получилось так, что на императрице, например, Елизавете Петровне оказалась вот эта вот корона, которая принадлежит какой-то другой императрице, потому что хочется же сделать что-то великолепное, и чтобы все у нас соответствовало историческим фактам. Или чтобы на императрице, например, Екатерине I не оказалось бы голубой орденской ленты. Поэтому мы вот это все внимательно, вот эти моменты должны с вами учитывать. Итак, корона малая, вот она была таких примерно размеров. И если вы будете делать вместе со мной, мы сейчас сделаем вот такую вот корону. Если вы делаете какой-то свой вариант, горячо рекомендую сначала сделать обязательно модель из бумаги. Для чего? Для того, чтобы понять, подходит ли размер, как вообще, и потом какого размера отрезать вам вот уже тот материал, из которого вы будете изготавливать корону. Потому что вот видите, я тоже тут пыталась, и мне не понравилось, например. Я вот тогда решила из бумаги сделать модель, и потом вот по этой модели сделала вот эту корону. Сейчас мы сделаем тоже с вами такую же корону, потом Анна Иоанновна выберет, какая ей корона понравится больше всего. Ну, девиз наш обычный – увидеть, понять и сделать. И из чего состоит малая корона? Это вот такой вот обруч, как бы, основа. И здесь такие две полусферы, которые как бы распадаются, разделяются. Вообще они символизируют соединение Европы и Азии. И в центре соединяющая их вот такая дуга, и на этой дуге обычно крест там и камень драгоценный. Ну и что нам понадобится? Нам понадобится с вами вот такая вот лента, жесткая, вот такая серебряная. Вот такие ленты продаются. Тесьма серебряная, она довольно жесткая. Она должна быть где-то один сантиметр. Если у вас, допустим, широкая тесьма, два сантиметра, вы можете просто ее склеить или шить, чтобы у вас получился один сантиметр. Вот из нее мы будем делать вот эту основу. Почему? Потому что она очень похожа на металл. А основы корон делали из белого металла. Это или серебро, или белое золото. И потом усыпали их там драгоценными камнями. Нам понадобится вот такая вот прозрачная упаковочная пленка, небольшой кусочек. И нам понадобятся либо клеевые вот такие стразы, они бывают прям вот белые. Можете целую упаковку белых. Или вот на ленте. На металлической ленте вот такие стразы. У меня тут разные есть. Ну вот я вот эти, наверное, буду использовать. Или эти. Итак, что мы делаем? Размеры все я уже знаю. И поэтому мы с вами сейчас сразу будем уже по... Ну такую же точно будем делать по моим размерам. Ну что, нам еще понадобятся ножницы, конечно, линейка, иголка с ниткой, потом закрепить корону. Ну и все вроде бы. Так, итак, вот этот кусочек, который составляет основу, он у меня, вот я померила по моей модели, 12 сантиметров. Итак, берем, отрезаем 12 сантиметров. Сначала мы отрезаем вот эту нашу драгоценную тесьму, но уже не 12 сантиметров, а меньше, оставляя место для склейки. Вот столько мы отрезаем. 11 сантиметров. Я беру вот эти вот, чтобы не портить свои хорошие ножницы. И мы приклеиваем. Ждем, когда клей немножечко высохнет. И приклеиваем. Видите, уже появляется такой вот блеск у нас. Соединили. Вот видите, уже получилось. Ну, кстати, можно и эта тесьма, можно ее сшивать, кто там не хочет клеить. Или, может, у кого-то клей закончился уже. Но все равно вот это же надо приклеивать. Вот эти вот драгоценные имитирующие бриллианты-камни на ленте. Так, приклеили. У нас уже получилось. Сейчас я подожду, пока у нас схватится клей. У нас уже получилось, вот видите, такая изысканная корона. Но она еще не такая, как нам надо. Нам же надо вот такую напоминающую шапку. Приклеили. Следующее, что мы делаем, это готовим вот эти две дуги, которые так вот распадаются. Для этого мы берем и отрезаем другой ленты. Вот такая у меня лента. Специально вот я купила несколько видов ленты, чтобы посмотреть, что лучше всего. Этих нам надо два куска по 7 сантиметров. Отрезаем. Один кусок 7 сантиметров. Второй кусок 7 сантиметров отрезали. И точно так же теперь вот этой вот красивой нашей драгоценной, драгоценные стразы на ленте, мы тоже сюда должны будем приклеить. И тоже здесь будет немножечко поменьше. Вот такой кусочек 6 сантиметров, чтобы два куска отрезали по 6 сантиметров. Так. Получилось. Теперь берем, нам надо сделать заготовки вот для этих имитирующих полусфер, элементов. Они и так у нас сверкают, но мы их сейчас еще сделаем. Лучше они у нас будут как будто бы бреллентами усыпаны. И мы здесь тоже клея момент кристалл проклеиваем. Можете сразу всю поверхность проклеить. Клей как раз у вас подсохнет. И будем вклеивать вот в эту основу. Закрыли клей. Подождали немножко. клей должен немножечко подсохнуть. Вообще там полагается подождать чуть ли не 10 минут. И приклеиваем. Сюда. И вот сюда на этот элемент. И теперь нам надо будет симметрично, вот как у меня здесь сделано, вот сюда вот эти дуги вставить. Еще раз намажу клеем, чтобы все у меня симметрично. Если вы не уверены в своем глазомере, лучше померить и отметить. Чтобы у вас все-таки более-менее ровная была корона. Ну, хотя она так сверкает, и даже легкая кривизна может быть будет незаметна, но стараемся сделать хорошо. Так, я вот эти вот дуги вставляю. Вот они у меня должны расходиться, поэтому с учетом того, что они расходятся, вот так вот их прижимаем. Одну сделали, и пожалуйста, вторую. тоже приклеиваем. Посмотрите, у нас уже получается, ой, вот когда делаешь под запись, почему-то получается все менее ловко. Но ничего. Сейчас мы тут подрежем, подождем, когда подсохнет. прижимаем. Вот у нас уже частично смотрим, чтобы было ровно. Вот немножечко почему-то от этот. Вроде бы одинаковые куски отрезали. Получился один чуть-чуть длиннее. Так. И теперь, в следующий момент, нам надо сделать вот эту вот центральную дугу. для этого она должна быть тоненькой. И для этого мы будем использовать вот такой вот прозрачный пластик. Сейчас я отрежу тоненькую дугу. Она у нас тоже должна быть 7 сантиметров. То есть у нас 12 сантиметров. Вот этот и вот эти вот по 7 сантиметров. Все три. Так вот, почти что 7 сантиметров. Нет, здесь немножко больше у меня получилось. Сюда мы точно так же украшаем драгоценными нашими стразами на ленте. или клеевыми стразами, что у вас есть. Так. Наносим клей. И ждем, когда немножечко подсохнет центральный элемент. И вот теперь мы аккуратненько вот этот центральный элемент сюда вклеиваем. Точно так же его загибая. Немножечко пониже что-то у нас высоковато встал. Ну вот вы видите, что уже у нас получилось еще немножечко выровнять. Нечто напоминающее как раз малую корону. Осталось только украсить вот здесь вот. Вот я нашла. У меня была такая сережка в виде креста. Может быть, что-нибудь такое. Или точно так же крест можно сделать из тонкой пленки. Вот этой. Ну вот я предлагаю вам такой вариант. но если вы например плетете из бисера, то у вас просто шедевр получится, потому что вот девочки, которые плетут из бисера, делают какие-то удивительные красивые короны. И все, настал момент императрицу короновать нашу. Ну, Анна Иоанновна, что вам больше нравится, какая корона, какую предпочтете? Анна Иоанновна предпочитает с крестом. Второго креста у меня нету, поэтому я уже короную ее той короной, которую я сделала до мастер-класса. И наши куклы готовы к тому, чтобы занять свое место в витринах у Эрдонской, нашей посольской лестницы. И приходите в Эрмитаж и полюбуйтесь на них, потому что ваша энергия тоже присутствует в них. Ведь я обучала вас, а вы вдохновляли меня. И именно благодаря вам наша коллекция пополнится этими двумя куклами. Наш курс подошел к концу. А помните, как давно, казалось бы, он начинался? И может быть, кто-то в себя не верил, думал, что у него не все получится. А вот мы дошли до финала и понимаем, что не боги горшки обжигают. И как сказал Леонардо да Винчи, любое препятствие преодолевается настойчивостью. Я буду очень рада, если вы напишите свои отзывы и пожелания. Я также жду ваших фото и видео отчетов. И завершить наше с вами общение я хочу такой крылатой фразой Пикассо, который сказал, что творчество смывает пыль повседневности с души. От себя хочу добавить, что творчество это основной источник радости. Я желаю вам всего хорошего, вдохновения, удачи, счастья, радости. Благодарю вас за внимание. Ваша Ольга Юрьевна Атаманова, Школьный Центр Государственного Эрмитажа.